Звали тех, кто у меня учился, ну кто как-то появился, конечно, в занятии, и не пришел на зачет в первый раз. Нет, от пола 25 баллов. Так, ну что, мы сдавали 100 отжиманий. Это тоже значит 30 баллов? Нет, 100 отжиманий это будет дешевле, чем 30 баллов. Это значит, что у вас полное домашнее задание. Из этого где-то ставил плюсы-минусы, но минусы, они, как я тут в начале пары сделал длинную речь, не критичны. У вас один есть, по-моему, я ни у кого-то ошибки не видел больше, но все равно поясню. Там задача, когда от кислорода надо оторвать протон и чего-то получить. А, там где ошибки. То есть там получится 7, кто это, азот, 7,16 плюс протон. Вычитать, естественно, поскольку энергию надо потратить, то ответ должен получиться положительный. Вычитать из правой части. У вас получилось минус сколько-то там. Но это ярко свидетельствует о том, что сам по себе кислород на азот и протон не разваливается, потому что он стабильный. Есть нестабильный изотоп, он, да, он разваливается. А этот стабильный, поэтому самопроизвольно эта реакция не пойдет, она эндотермическая. Нет, нехорошо так говорить, это же не реакция, вообще говоря, а такая умозрительная реакция, что ли. Как она вообще пойти не может там? Нет, она пойти не может, конечно, потому что если бы она шла, ядро было бы нестабильным. То есть это мысленная какая-то реакция, которую вы могли бы, если бы вы каким-то образом умели просто вытягивать наугад взятый протон из ядра, то вам потребовались вот эти 4 мэва, чтобы или 7. Так что я не понимаю, там энта шестнадцать, протон-то один же, одну частицу забирает, один заряд. Ну да, я тут что-то неправильно написал, по-моему, это вот так, какого-то быть. А нет, ровно, а вот море один. Почему? Один-ноль, один-один, да. Протон-то один-один, один уклон, один заряд. Все правильно. А, ну правильно, радиоактивное звук было. В обратную сторону, кстати, в принципе, эту реакцию можно устроить, если хорошо разогнать протоны. Ну, выше пороговой мерки, то из них можно получать кислотод. Причем, если я не ошибаюсь, это как раз одна из тех реакций, которые идут плохо, потому что нарушают закон сохранения отчетности. Но, брать не буду, можно, если вы их не посмотрите, там приведены. Так, ну, поскольку мы с вами заменяем, занимаемся заменой Евгения Алексеевича, немножко вспомним, чем он с вами занимался, видимо, в конце прошлого семнадцатого года. И поговорим о специальной теории относительности, которая тоже к нам имеет самое непосредственное отношение. Задачка следующая. Какой энергетический эффект W произведут протоны встречных пучков, например, в большом огромном коллайдере, каждый из которых состоит из протонов с полной энергией 50 вверх? Ну, в большом огромном коллайдере, у нас 20 больше, то есть я не ошибаюсь. Найти энергию пучка протонов, направляемых на неподвижную протонную мишень, при которой будет произведен тот же энергетический эффект. Ну, как там, Е4, Е4, А, это когда мы выясняли, как энергия выделится больше, когда оба двигаются, а потом... Что больше выделится, когда два навстречу, это, я думаю, интуитивно понятно. Вопрос, насколько больше выделится. То есть, да, у вас есть две ситуации. Одна, это ускоритель навстречных пучков, каковым, я опять же повторюсь, является большой адронный коллайдер. Ну, там, кольцо, и в разные стороны ускоряются два пучка протонов. Ну, не только в большом адронном коллайдере, в общем, в любом цирку, я там сам, в такого ускорителя, круговом, происходит такая. И другая ситуация, у нас есть неподвижные протоны. Ну, протон, я напоминаю, это ядро водорода, кто забыл, поэтому подвижные протоны, это, как правило, в течение дюбле водорода обычно парафин. Ну, необычный, например, классический, просто есть парафин, который бомбардирует протоны. Спрашивается, какая энергия выделится при таком лобовом столкновении, если энергия каждого пучка известна. И до какой энергии Е-штрих надо разогнать вот такой вот второй, надо разогнать протоны во второй ситуации, чтобы получить тот же энергетический эффект. То есть, чтобы тоже выделилось столько же энергии, сколько энергии есть. На самом деле, ну, задачку можно грубо сформулировать так, насколько эффективнее строить ускорители на встречных пучках, чем не использовать неподвижные мишени, поскольку на встречных пучках, как мы увидим. Чтобы достичь такого же эффекта для неподвижной мишени, надо очень много. Так, кто-нибудь хочет порешать? Хотел бы, да, пошел. Как говорится, мы хотели, но я как бы хотел, но мне сейчас особо страшно стало, потому что мы это все-таки решали, мы даже решали прямо эту же задачу. Ну, так давайте вспомним, как мы решали тогда. Давайте начнем с простого, какой энергетический эффект вот такой ситуации получается. Давайте, чтобы никому обидно не было, я могу доски порисовать с вашей придежки. Ну, давайте, а, с вашей личной, давайте, с вами, хорошо. Хорошо. Я вам это буду писать. Если у нас два пучка, вы спросите, что-то хотите. Два пучка летят на встречу с энергией Е. Какая энергия выделяется? Это относительная скорость будет выше, чем вот эта. Ну, это, конечно, нет. Пока нас первое что просит, найти энергетический эффект вот такой вот реакции. Ну, да, энергетический. То есть, сколько энергии выделяется, если у вас два протона с энергией Е, каждый летят на встречу друг к другу и... Да, что там происходит. А не останавливается, конечно. Сейчас. Да. Ну, это вопрос такой на школу, что-то называют. Причем не зависит от того, дельтивистка у вас ситуации или нет. То есть, сколько энергии выделяется? Да. Довольный. Довольный. Чем? Ну, да нет, два Е это правильное, конечно, выразил. Правильное слагаемое появилось, а почему минус? W это как раз и есть та энергия, которая... Если так что-то мы выделяем. То есть, она просто вся, вся на два Е и уйдет. Ну, если... Даже не совсем так. Ну, там что-то может... Разрывание новых частиц уйдет что-то на... Ну, да, то есть, мы это и включаем в эффект. То есть, участвовать во всей этой работе. Если мы имеем два пучка, каждому из которых запасена энергия Е, то энергию W равную 2Е мы можем пустить на всякие полезные дела, на которых ускоритель строится. Ну, как я вам иллюстрировал в прошлый раз, то большей части на самом деле на разгон все тех же протонов, но уже под другими углами. Они просто друг на друга рассеиваются чаще всего. Это не очень полезная работа, но жизнь, к сожалению... То есть, W равно 2Е. Это можно записать, в общем, честно. Вот. А для динамики мы просто... Еще решали задачу, когда... А это для какого случая? Это для верхнего. То есть, когда у вас два встречных пучка. Когда энергия пойдет на образование частиц, и частиц с нулевой энергией образовываться и там... Вот это на самом деле, это хорошо, что вы делали, это вывод формулы, которую мы с вами занятие назад рисовали по полу. Она именно так и выводит. Там надо записать элективистский инвариант, который, кстати, нам тут пригодится. Помните с электродинамики? Я сейчас сказал, что почему я не хотел. Вы не помните, как элективистский инвариант выглядит? Кто помнит? Я вот тоже не помню, но я вчера вечером пришел с работы с электрилучилкой. То есть, ты не могла начать. Нет, это корень. Ну просто. В специальной теории относительности, это инкарвал. В специальной теории относительности, есть много величин, которые при смене системы координат не меняются. Но, правда, самая базовая, это E квадрат минус N квадрат с n в четвертую. Которая, ну, ее часто пишут, пин, вообще говоря, это... Ой, P квадрат, да. Здесь правильно. Нет, здесь... Так, давайте я смешу. Вот, что я воспитывал. На самом деле, я никого особо не обманываю. Только одна и та же форму. Здесь инвариант. И этот инвариант равен как раз N нулевой квадрат... С в четвертую. Я его хотел записать изначально. Формула, которую я вам начал писать изначально, выглядела вот так. Вот N квадрат С в четвертой равняется P квадрат С в четвертую. Эта штука не имеет никакого отношения к инвариантам, естественно, потому что там и уголь справа стоит, да. Ну, конечно, сладко. А к инвариантам она начинает иметь отношение, если ее записать вот в таком виде. Потому что справа у вас стоит только масса частицы, ну, в данном случае, это протоника константы. И скоро, если... Эта штука, она инвариантна и не зависит от системы отсчета. Так, ну и может, давайте я этот факт пишу. Ну, может, вы помните, как этот инвариант использовался в этой предыдущей? Ну, корень, мы на самом деле квадратом помешаем, потому что, потому что проще. Ну, раз это инвариант, мы его можем записать в двух системах отсчета. В лабораторной и в движущейся, да. В одном случае у нас есть частица, движущаяся с кинетической энергией Е, ну, и с импульсом П, а в другом у нее энергия просто дубль В, энергетический эффект. Ну, потому что частица неподвижна, да. То есть, вот, так и получается, так, что-то я заговариваться начал. Давайте левую часть инварианта рассмотрим. У нас движется частица с кинетической энергией Е, да? Ну, да, снизу. Ну, тогда для нее инвариант как будет выглядеть. Е, так, только тут вот не очень у меня удачное обозначение, здесь Е это полная энергия. Она, у нас она кинетическая. Давайте в Т-штрихуле назовем ее. Нет, здесь у вас все правильно. То есть, в Т-штрих найти эти энергии, кинетические энергии частиц, при которых будет достигнут тот же эффект на неподвижной машине. Естественно, неполная энергия частиц подразумевается, да. И вот здесь вот Т-штрих. А там где? Что? Сверху поездки? Сверху где, да. Ну, давайте прямопишу их для однообразия. То есть, и тут, и там тут развивается кинетическая энергия. Начнем рассматривать со второго, как попроще. Ну, да, да. То есть, у этого у вас полная энергия, это что, генетическая плюс потенциальная, в принципе, да, но потенциальной, слава богу, нет, а тут совсем быстрее. Плюс энергия покоя. То есть, Т-штрих плюс МС в квадрате. И все в квадрате. Минус П квадрат С квадрат. А, это вот где? Да. Это то, что у нас слева. С квадрат равняется. Ну, можно инф написать пока, да. Значит. А тут система движущаяся, да? Если мы свяжем его довольно удачно, с центром масс, например, вот этих вот, слетающихся, мы с вами это один раз сделали, хотя я не слушаю, не носил, чтобы они размируют. Да. С центром масс этих встречных пучков у вас центр масс никуда не движется, естественно, он покоится. Соответственно, импульса нет. Есть только энергия 2Е, которую мы посчитали. То есть, с другой стороны, этот вариант, это просто 2Е квадрат. Ну, можно продолжить, можно написать. 2Е, ну, 2Е все в квадрате, конечно. То есть, дублевой квадрат. 2Т. Т. Да, 2Т в наших развлечениях нынешних. Почему? Ну, мы не столько две ситуации рассматриваем, сколько переходим от системы отсчета, связанной из лабораторных, где у нас есть неподвижные мишени протон, в ту, которая связана с центром массы двух встречающихся протонов. Так, ну, теперь надо эти две вещи приравнять, естественно. Это что, до столкновения и после, что ли? Ну, нет. Нет, это двух разных системах. Вот эти системы отсчета, и в этой системе отсчета. Чего она равняет? Нет, мы записали вот эту штуковину. Это штуковина, во всех системах отчета одинаковая. У нас разные, вообще абсолютно не только системы отсчета, но вообще ситуации две разные. Ну, и что? Инвариант. Так это же инвариант. Палка длиной один метр, а в любой системе отсчета один метр, но если нам специальная теория относительности не есть. Это точно такой же инвариант. То есть, если мы в любой системе отсчета... Вот это как называется? Инвариант. Я ее всегда так, по крайней мере, не называю. А вот энергия. Ну, это квадрат четырех вектора, да? Если я что-то правильно помню. Да, b квадрат, c квадрат, да. Ну, то есть, это b первые три проекции, дальше e на c четвертая. Если это возвести в квадрат, и e на c возвести в квадрат, и там умножить на c квадрат, получим как раз... А нам надо-то найти t, вот эту кинетичную... Нам надо найти t штрих, да. То есть, нам надо эти две штуки приравнять t штрих. Задачка такая неприятная. А вот на электронном виде мы решали... По-другому? Мы находили поигрыш в релятивистском случае. Мы относительно... И, по-моему, он был раза в четыре. Ну, вот сейчас насчитаем, посмотрим. А здесь он получается... Потому что в системе, связанной с центром масс, у нас импульс равен нулю, но энергия состоит из двух кинетических, вот из выигрышей. Ну, вот здесь вот, в центре масса, и мы вот с ним связываемся с темой. А в первом случае вот с этим вот, да? В первом случае злана лабораторная. Нет, почему его... Их и в первом, и во втором случае две. Только в первом случае мы связали систему что-то... То есть у вас, знаете, я отдельно... Нет, ну, смотри, когда мы связываем... Ну, я парафиль рисовал, что... Две частицы есть. Ситуация номер раз. Или я на встречу друг к другу, и система связана с их центром масс. Ситуация вторая, и они... То есть мы как бы... А там где-то, да? То есть у нас центр масс, в одной частица, а другая летит. Нет, они... Центр масс, он между ними, и они в них... В одном случае он видит? Да. То есть до 6-го верится. Ну, в первом случае... В первом случае система симметричная, значит, центр масс должен быть... В смысле массы равны, поэтому центр масс должен быть в центре пространственной симметрии. Верите? Вот, типа, тут двое, там двое. Да. Так, ну и этот P квадрат можно выразить опять же через T квадрат минус M квадрат C в четвертой. Воспользоваться формулой для вот той, которую вы любили с корнем, что E, ну или T в нашем случае, это P квадрат C квадрат плюс M квадрат C в четвертой. Ну и этими двумя фактами воспользоваться, подставить отсюда P квадрат C квадрат у меня... Где я? Воспользоваться... P квадрат C квадрат отсюда T квадрат минус M квадрат C в четвертой. Ну и там можно подставить, засклить шкод и все посопрощать. Так, это равняется 2 T квадрат, да? Так, ну копия. Раскрывайте теперь. Так, только у вас... У вас штрих не туда переехал. Или нет? Куда переехал? А, у меня штрих не переехал. Он был у меня. Здесь у нас не переехал. Так. Ну да. Пусть мы уже на ля движущиеся частицы пишем. У нее импульс. Да. Так, видим Машку. Так лучше? Ха-ха, конечно! Так, ладно! Так. А почему вы в первом случае, ну, как там всякие вот эти квадратные, вон, я... А потому что, блин, покрощаяся система. Да. Она, там, в центре у нас стоит, и мне импульс, а не отбегал. Ну ладно. Говорил. А, в том случае, она там, ну-ка раз. Скорость. Ну, какой-то импульс. Самое, не знаю. Так, ну так квадратный идет. Блин, не ушло. Почему не ушло? Ну, уйти... А, М квадрат, С квадрат останется. Да. Так, только Т в квадрате тоже будет штрихованная. Она, пожалуйста, понимаете? А какая уйдет? А, нет, она все, она нормальная. Она ушла. Это Т останется в квадрате. Ну, теперь надо... Да. Угу. Эх. А, нет, можно двоечки сократить. Просто. Ну, ладно. А почему у нас там, в первом случае, еще М квадрат, С квадрат, С квадрат? А, тот? Нет. Ну, где еще, на самом деле, в детстве? Против того, что там, далее. Ну, там, написано, что у меня есть один вариант. Ага. Вот, да. М квадрат, С квадрат. Потому, что, рассматриваем систему, связанную с центром массы. У центра массы. Массы нет. Вот это? Здесь выделили просто в явном виде полной энергии. А, это степится? Ну, тут такие выражения на вычисления, на самом деле, скользкие. В них все время начинаешь путаться. Полная энергия, это кинетическая. Тут кинетическая выделяется. Полная энергия, это кинетическая, плюс энергия покоя. Вот. Да, это получается, если Борис Кокимович правильно посчитал, 1332. То есть, там чуть ли не в 20 раз сильнее надо ускорять протон на неподвижную мишень, чтобы получить тот же аналитический эффект. Ну, соответственно, поэтому... Больше нет класса 5 раз. Вот, скажем, класса 7, даже не очень много. 50 и... А, 50 и 1300, ну да, 30 почти. Класса 7, класса 7. Нет. А почему у вас в первом случае кондиционер? За 3 есть? Почему там не полная кинетическая? Там же тоже есть частицы, конечно. Ну, систему связываем с частицей сам. Да. С центром массы покоится. Выполняется, что у меня энергия не плохая. Да. А почему у меня энергия покоится? Центромасса одна. Ну, 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 ладно, с этой частицей, да. Как-то так. У центромасса нет массы. Центромасса частицы наблюдаем. А, в смысле, не частицы наблюдаем? Виртуальные частицы. Виртуальные частицы, кстати, тоже будет ядер записи. А, правда, ядер, 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 ядер. Ну, тоже формула такая, за столу есть. Из вот этого, где коданка? Нет, это не из-за варианта, связанная с ней, но самостоятельная формула. В принципе, если кто-то не уловил, как я уже сказал, достаточно скользкую логику. Нет, она же из-за варианта. Ну, правильно сказать, из-за варианта. Из-за варианта. Да. Можно взять, например, учебник Севухина. Там разобрана очень похожая задачка в формуле, где выводится пороговая энергия. Можно взять ваши конспекты по электродинамике и посмотреть, чего вы там делали. То есть, как вот с той сложной задачкой, которую мы решали в прошлый вторник, тут сложности касаются не ядерной физики, а других разделов. Нет, ну математика вроде тут правильная. Я плюсики заработал. Да, заработали. Какой? Я думаю, два. Так, ну кто? Я Максим. Макарапан. Ладно, нет. Сейчас у нас такое, 30-е уже. Да. А вот это вот. Да, я думаю, что Макарапан. Так. Сколько у нас времени? Давайте закончим. Давайте, да. Все. Хватит. Ех. Все, все. Да, давайте, ладно, закончим. Самое дело. У вас немного задачки какие-то такие. Не собирающие принципиально новых вещей мы с вами разобрали, а с парками поговорим тогда в следующий раз. Так, а что у нас? Уже есть? Так, а что у нас мы... Ну, а...